в этом выпуске я вас познакомлю с достаточно необычным проектом это housebot дом на воде заказчики это молодая пара с ребенком housebot он может двигаться 10 процентов его составляющей это яхта вот так мы сделали столярное исполнение такую вот удобную гладильную доску и даже здесь у нас все выдвигается давайте же посмотрим что у нас получилось in my room это marketplace красивой мебели привет и наиру добро пожаловать в дом на воде housebot у лисус здравствуйте меня зовут анастасия божинская я дизайнер интерьера не работаю на протяжении многих лет уже в компании спешил стаю это одна из крупнейших компаний по созданию интерьера в москве и за ее пределами в этом выпуске я вас познакомлю с достаточно необычным проектом это housebot дом на воде это и квартира и дом и дача данный housebot стоит на речном вокзале у нас сейчас зима за окном это круиз 165 165 это означает что здесь 165 квадратных метров дом включает себе два полноценных этажа и третий этаж это так скажем веранда мансарда когда ты можешь плыть ты будешь стоять насладаешься бризом на первом этаже у нас разместилась гостиная кухня это общая зона гостевой санузел же конечно прихожая гостевая спальня и места хранения это гардеробная при входе а также здесь есть кладовка на втором этаже у нас располагаются две спальни это основная спальня хозяев и детская у хозяев есть ребенок ему где-то в пределах 5 7 лет и также есть места хранения гардеробные две общая и гардеробная при основной спальне и есть кабинет могу сказать что в один прекрасный день для нас случилась большая удача когда наши заказчики обратились к нам дизайн-студию мы сразу согласились потому что дом на воде это очень необычно это неординарно это люди которые просто мега классные заказчики это молодая пара с ребенком ребенок мальчик у них была мечта купить новую квартиру бизнес-класса так чтобы их устраивал внешний вид за окном чтобы был была природа компания которая занимается постройкой хаусботов реализовала их мечту именно под них был построен дом на воде у лисус это его официальное название что здесь необычного необычное то что ты можешь менять визуально картинку за своими окнами ты стоишь смотришь на москва-сити стоишь смотришь на кремль либо уплываешь за пределы москвы первое что необычное здесь это пост управления хаусбот он может двигаться 10 процентов его составляющей это яхта то есть пределах от 6 до 20 километров она умеет плыть и это огромный плюс дальше все остальное это дом дом он также включает всю инфраструктуру здесь есть вентиляция кондиционирование даже увлажнение здесь есть умный дом электричество с 220 абсолютно как во всем любом доме или квартире в москве здесь есть все необходимое для жизни даже камин где располагается вы спросите вся эта инженерия вся инженерия располагается под первым этажом под первым этажом находится два длинных поплавка которые разделены еще на две части в этих поплавках целая инженерная жизнь я не могу вам точно сказать сто процентов всю инженерию которая там размещена но вся вентиляция даже септик электричество размещается именно там там тепло это целый подводный дом который питает дом наземный так скажем данном доме размещается септик в поплавке что это такое это обычный септик который находится у нас на дачных участок мы его покупаем может быть разные разные названия родные бренд разная фирма что он делает делает он тоже самое то есть он фильтрует воду все нечистоты перемалываются очищаются и это вода она уже на исходе чистая ты можешь ее вторично использоваться мыться по душе либо ты можешь сбрасывать в реку есть две опции вы спросите а как же канализация в любом хаусботе есть станция глубокой биологической очистки что это такое это когда вода методом добавления бактерий которые живые так происходит что она сама очищается и ты можешь использовать воду вторично приняв допустим душ но также как и в любом доме станцию необходимо чистить приезжает специализированная техника и соответственно происходит очистка как и в любой станции в любом доме по поводу воды есть две опции ты можешь когда ты стоишь пришвартованный как мы на речном вокзале использовать воду из колонки либо ты можешь использовать воду из москва реки точно также она вся очищается и готова к употреблению принятия душа не знаю мыть там полы и еще что-то так далее так далее по поводу электричества дом автономный если ты грубо говоря швартуешься куда-то плывешь что ты используешь генерал если ты пришвартовался то здесь есть специальная розетка куда ты подключаешь свой дом и у тебя горит и есть свет и все функционирует когда к нам пришли заказчики соответственно перед нами стояла задача создать для них уютный холосбот на воде их дом какие задачи были поставлены перед нами дом должен был быть уютным первую очередь он должен был содержать теплые комфортные тактильные цвета и тона соответственно в данном проекте мы использовали только натуральные тактильные материалы это шпон это дерево это лен все что радует глаз это теплые нежные комфортные одомашенные так скажем материалы и тона и цвета давайте же посмотрим что у нас получилось подписывайтесь на телеграм-канал in my room там очень много классного интересного об интерьерах скидки и акции от партнеров анонс новых видео ссылка в описании попадая в дом мы сразу с вами оказываемся в прихожей она достаточного размера здесь есть места хранения для того чтобы сразу скинуть куртку а это шкаф он из мдф шпонированный также натуральный материал здесь есть сидушка куда можно присесть для того чтобы обуть сапоги обувь кроссовки ботинки и так далее мы сюда можно поставить сумку или рюкзак если ты зашел здесь также нас пол начинается это наш винил напротив меня есть зеркало полный рост где ты можешь посмотреться подкрасить губы пройдемте есть основной гардероб где располагается место хранения всей верхней одежды это даже может быть сумки чемоданы обувь шапки шарфы и так далее я хочу обратить ваше внимание что как и в коридоре так и в гардеробной у нас выставлен режим датчик движения на освещение это очень удобно когда ты открываешь дверь свет загорается автоматически когда ты закрываешь дверь соответственно свет гаснет после прихожей мы оказываемся в небольшом коридоре который ведет нас определенные комнаты допустим здесь справа это гостевая спальня на первом этаже но сейчас к нам приехали родители в гости давайте лучше их не тревожить и мы пройдем эту комнату мимо пойдемте дальше здесь у нас находится санузел на первом этаже он же постирочная а эта дверь это кладовая но она не только кладовая там размещено оборудование как электрический шкаф так и шкаф слаботочки и еще размещается умный дом следующая наша комната это санузел он же постирочная на первом этаже обратим наше внимание налево здесь у нас располагается ну соответственно унитаз и вокруг него это не все место хранения шкафы из выполнен также мдф шпонированный они все открываются над нажатие пушку даже сверху вот у нас здесь банки для соленья хранятся там я могу обратить ваше внимание что проходят риги металлические от самого хаосбота ну и мы соответственно вот так обмирали по правую сторону располагается мойка достаточно большая вместительная то есть если у нас приехали гости или родители они располагаются на первом этаже и будет комфортно здесь принимать как душ так и грубо говоря умываться точно также тумба у нас выполнена из шпонирована мдф столешница у нас единая вместе с самой чашей это искусственный камень сторон он однородный просто матовый белый зеркало он же шкаф пожалуйста да тут есть места хранения для гостей или родителей с левой стороны от у нас есть открытая зона куда можно разместить корзинки и как мы положили полотенца для гостей пройдемте дальше в этой зоне у нас расположилась душевая большая хорошая душевая кабина и по правую сторону это постирочная кабина у нас имеет как стационарное стекло так и распашную фасадную версию она открывается туда-сюда маятниковая душевая кабина у нас в исполнении тонкого керамогранита это крупный форматный материал размер его метр на три очень удобной эксплуатации потому что очень мало швов под затирку по правую руку у меня находится зона постирочной здесь размещается стиральная машина в данном конкретном случае заказчики не хотели сушильную машину они предпочли только стиральную машину здесь места хранения это тот же мдф но крашеный здесь мы храним для стирки какие-то средства необходимые сверху у нас также место хранения просто распашные а здесь вуаля у нас есть трансфер со второго этажа то есть некий люк где мы не спускаясь на первый этаж можем скинуть грязные носки полотенца и они падают прямо вот в эту корзину вот собственно говоря моя рука это очень удобно такой лайфхак данного дома на воде но еще у нас есть одна фишка это гладильная доска мы очень долго проектировали ее с заказчицей как же быстро можно было прогладить рукав или запонки или просто кофту которая постиралась и висит не уходя по всему дому соответственно ты кладешь сюда майку включаешь утюг прогладил и пошел вот так мы сделали в столярном исполнении такую вот удобную гладильную доску и и не видно но она при этом есть еще бы хотела сказать про ограждение душевую кабины это стекло 1 дверца 1 стационарная но чтобы не было какого-то запотевания внутри потому что мы принимаем горячий душ мы сделали вот такие вот отверстия стекле еще одна комната в доме на воде на первом этаже это кладовка кладовке размещается стремянка пылесос всякие необходимые средства для камина шурупы гвозди и тому подобное но помимо этого здесь вы можете увидеть именно тот самый электро шкаф и слаботочный шкаф он располагается вот здесь сейчас вы пройдете на меня но и также мозги умного дома и так мы с вами оказались гостиная столовая кухня она достаточно просторная объемная здесь можно вдвоем и втроем семьей пообедать так и соответственно пригласить гостей на фуршет отметить новый год и так далее и так далее пойдемте за мной я вам все покажу расскажу здесь у нас кухня она выполнена п-образной форме это у нас остров фасадах у нас используется натуральный мдф крашеный в нижней части верхней части это шпонированные фасады то есть это тот же мдф только сверху наклеен шпон натуральный материал столешница это кварц соответственно это тоже натуральный материал он более грубо говоря если сравнивать его с мрамором достаточно плотный твердый на нем не будет никаких царапин от ножа от вилки процесса готовки то есть он останется надежный останется цельный вы можете делать на нем все что вы хотите из того же материала сделан фартук по вот этой стороне кухни также у нас есть полки куда хозяева ставят допустим баночки или специи место хранения картин экспозиция чего-либо то есть тот же материал перейдемте с вами в зону готовки здесь у нас размещена плита керамическая стеклянная но также у нас есть плита которая работает от газа она здесь на тот случай если мы плывем и вдруг у что-то случилось там пропало электричество да или где здесь все бывает то ребята могут спокойно себе приготовить еду и чай также здесь у нас есть духовка обычная духовка как и в любом доме и в квартире вытяжка она размещается здесь выдвигается соответственно ты можешь жарить и картошку можешь варить креветок все что угодно можешь рыбу выловить и приготовить идем дальше здесь у нас места хранения они открываются наверх все очень удобно выкатные ящики где хранить необходимые крупы сахар здесь у нас спрятан в колонии холодильник с морозильной камерой то есть все что тебе необходимо у тебя это размещается в этом house boy и даже здесь мы разместили место хранения специй вертикальный шкаф это просто супер дальше если мы переместимся в эту зону у нас есть все как по традиции это посудомоечная машина это выкатная нижняя сушка что на самом деле очень удобно особенно если ты не высокого роста ну здесь у нас соответственно с вами морозильная камера заказчики хотели дополнительную морозильную камеру у них очень много продуктов которые они хранят морозилки это еще не все мы старались использовать по максимуму все места хранения и даже здесь у нас все выдвигается это выдвижной цоколь здесь можно хранить бутылки можно хранить пакеты все что угодно можно хранить здесь у нас размещается мойка у нас две чаши наши заказчики они за экологию природы то есть они сортируют мусор у них есть измельчители который измельчает все отходы это косточки такие крупногабаритные и они их не выкидывают также они мусор который бумажный просто топят камин дальше я о нем вам расскажу здесь у нас есть с вами хранение мусорное ведро а здесь у нас волшебный уголок это удобно когда угловая кухня и тебе необходимо хранить кастрюли сковородки и многое другое но на самом деле так как я показывала ранее узкую колонну для хранения в острове у нас точно также эксплуатируется боковина то есть она открывается и там хранятся фартуки все что необходимо для кухни переходим в зону столовой у нас сейчас стоит стол обеденный который на 4 персон но при возможности необходимости если вы вдруг пригласили гостей он раскладывается стулья добавляются и восстановится соответственно пространство становится больше для эксплуатации что еще есть зоны столовой у нас размещен телевизор колонки есть место хранения всех гаджетов но и ядро этого house бота этого дома на воде это пост управления то есть я уже говорила ранее этот дом эксплуатируется он плавает если вы хотите можете передвигаться но для этого вам необходимы права данные права у клиентов есть то есть когда они пока они строили свой дом они получали права я бы хотела немного рассказать о тех материалов которые мы использовали в данном проекте как я ранее говорил мы старались использовать только натуральный материал но это было желание заказчика в первую очередь для удобства на полу у нас винил это материал который хорош в уходе то есть мы всегда проходим задней части в переднюю часть можем ходить на улицу зимой ходить по снегу соответственно не хочется до постоянно как-то переживать о том что доска испортится но внешне если мы обратим на него внимание он схож един-един как паркетная доска он он смотришься очень натуральным хотела обратить бы ваше внимание что стены это обычный гипсокартон который покрашен ну мы можем и поклеить обои которые у нас есть на втором этаже но на первом этаже мы используем покраску то есть как и в любой квартире используется тот же материал оформление окон мы использовали жалюзи широкая достаточно ламель текстильный кант что создает ощущение вот этого уюта домашенности так скажем и портьера переходим с вами в гостиную зону где у нас разместился угловой диван мягкий удобный комфортный здесь есть дар меус ты можешь соответственно присесть прилечь и наблюдать прекрасный вид из окна который у тебя может меняться это отличительная характеристика house бота на воде в квартире такого не может быть вторым ядром дома у нас является камин это настоящий камин он дровяной его можно поджечь и наслаждаться сидя за диваном напротив или в лежанке если вы боитесь что зола будет падать и винил соответственно обожжется мы вышли из положения тем самым что положили на пол тонкий керамический гранит он белый соответственно как и облицовка самого камина и не выделяется никак мы перешли сами зону гостиной познакомьтесь это моя собака это шелдон он на самом деле на финальной стадии уже был с нами поэтому заказчики с ними знакомы и он прилег потолки у нас с вами натяжные это матовый холст ну так скажем ткань да если кто-то там не знал и соответственно встроенные светильники обычные встроенные светильники дальше у нас в нашем house боте используется система вентиляции кондиционирования вы можете увидеть это вот решетки которые подают как холод так и тепло соответственно зимний период также у нас есть акустическая система она запитана к умному дому то есть нашем house боте есть система умного дома которая регулирует все световое оборудование которое регулирует музыку вы можете слушать музыку за пределами да там дома на веранде одну санузле другую там не знаю рок там классика здесь это возможно и есть все освещение у нас демнируется ты можешь включать и выключать и при помощи любого гаджета сценарий освещения у нас разные начиная от входа соответственно есть места где присутствует датчик на движение есть места где мы можем демнировать верхний свет тем самым создавать более комфортное и уютное состояние дом также на кухне есть иной сценарий это подсветка рабочей зоны ты можешь готовить и соответственно тебе будет легче если ты включишь свет как я говорила ранее вся инженерия у нас спрятана в двух поплавках и эти два поплавка поделены между собой еще на две части там располагаются нас вентиляция кондиционирование септик электричество и так далее и так далее даже есть место хранения дров и к этому всему необходим доступ у нас располагаются вот такие люки в полу на первом этаже их 4 соответственно 4 поплавка 4 люка к ним очень удобный доступ я могу вам показать например вот здесь один из все очень комфортно женскими руками открыл закрыл у нас в нашем доме на воде есть два этажа 1 2 соответственно у нас имеется лестница лестница у нас выполнена это металлокаркас вы видите и ступени выполнены из массива дерева лестница предоставлялась поставщиком самого дома дома на воде по лестнице вы можете увидеть такой сборный коллаж это на самом деле работа совместная с непосредственно заказчица и данного дома такое панно где мы использовали различные фактуры камень рогожка лен какие-то драпировочные материалы ну то есть мы создали такую композицию где вы можете увидеть что нельзя выбрасывать старые вещи они могут как-то быть утилизированы вот в таком исполнении у нашего дома на воде есть верхний этаж он же 3 он же мансардный и не соответственно лестница ведет к нему мы видим с вами мансардное окно но так как сейчас у нас зима мы не можем туда соответственно попасть но в летнее время там могут проходить party веранда ты можешь там загорать все что угодно высаживать какие-то растения выставлять в катках соответственно он полноценно эксплуатируется свой сезон сейчас мы с вами оказались на втором этаже и данное помещение эксплуатируется как кабинет точнее она и планировалась как кабинетная зона для мужа хозяина этого дома на воде в отделочных материалах здесь используются те же самые покрытия это винил на полу это двери шпанированные натуральные из дуба деревянные жалюзи на оформление окон с текстильным кантом это обои здесь уже на стене да они достаточно тактильный мелким рисунком придают такой как бы обволакивающий эффект и тебе кажется гораздо уютнее и приятнее здесь находиться есть у нас одно отличие в кабинете эта стена напротив меня она маркерно-грифельная то есть соответственно ты можешь на ней писать рисовать стирать в общем она предназначена кабинетного типа места хранения здесь располагаются это низкая тумба за рабочим столом для того чтобы сверху можно было поставить технику принтер сканер да и так далее так далее это ящики выкатные которые будут заполнены некими там бумагами документами возможно пишущими принадлежностями тумба низкая она сделана из шпона это мдф шпонированный материал натуральный это некая библиотека для хозяина дома то есть у нас есть как фасады стеклянные где ты можешь видеть какие книги стоят есть глухие фасады также в зоне кабинета есть мягкий уголок это диван он кстати раскладной то есть если приехал гость он может здесь переночевать есть также в кабинете место для спортзала это агрегат который используется в пилатесе здесь есть также кубики коврики для йоги ну то есть это такой как бы кабинет и студия для спортивных мероприятий хотела вам еще рассказать по поводу системы отопления в хаус боте как я говорила раньше у нас все располагается цоколь нам так скажем по этаже это поплавок это вентиляция кондиционирование как раз здесь именно вентиляция работает по методу как холода так и тепла у нас так скажем вентиляционный доступ находится в полу оттуда идет теплый поток воздуха что и служит обогревом данного дома на воде помещение кабинета у нас используется также натяжной потолок это ткань но здесь уже не стройные светильники а линейные светильники с встроенной шины со спотами освещение у нас также демнируется то есть ты можешь создать себе уютную комфортную зону либо более четкую ясную для того чтобы поработать это детская комната марка то есть у заказчиков сын ему семь восемь лет это его детская обитель здесь у нас с вами кровать он же домик ну как традиционно когда ребенок маленьким всегда хочет иметь какой-то свой дом камерный который может лазить создавать кидать подушки игрушки ну чем жить там наслаждаться своим детством также у нас есть места сохранения это шкаф он выполнен в таком речном стиле напоминает что-то морское здесь три секции одна секция у нас одна на под игрушки другая для того чтобы хранить грубо говоря там детские вещи такая же стена как и в кабинете у нас имеется в детской это маркерная стена на которой ты можешь рисовать все свои фантазии я думаю что это идеальное решение для детской комнаты когда ты со своим ребенком хочешь что-то там изобразить и ты будешь не будешь бояться испортить какие-то обои в коридоре есть такая да у детей что они везде рисуют родителям запрещают а то тебе на пожалуйста целая стена в детской комнате у нас есть конечно же рабочее место это стол так скажем столешница которая располагается вдоль окна падает естественный свет когда стемнело есть конечно настольная лампа стол у нас так скажем сборно-разборный то есть он официальный данная столешница она откатывается сама столешница и нога выполнена из мдф шпонирована а прикатная тумба она выполнена из того же мдф только крашена все в таких же атмосферных тонких деликатных тонах как и весь дом рабочий стол он у нас сдвижной то есть у нас окно для того чтобы окно помыть очень удобно было сделать его сдвижным влево то есть одним движением руки я сдвигаю стол и получается пространство я могу подойти она сдвигается дальше просто здесь стоят детские игрушки я их не буду перемещать то есть с правой стороны я могу подойти спокойно открыть створку помыть окно ну или просто на самом деле уменьшить рабочую зону здесь абсолютно спокойно помещается рабочий стул я его уменьшаю но и получаю подход к окну в детской комнате рабочее место расположено напротив окна это очень удобно естественный свет попадает на стол и тем самым ребенку очень комфортно писать домашнее задание что-то просто рисовать но когда стемнело мы знаем да что в москве зимой 4 часа уже темно для этого мы разработали линейный спот над рабочим столом в который служит светом когда за окном темно это наш основной блок который включает спальню гардеробную и санузел при спальне здесь обитают наши заказчики в отделке здесь использовано все то же самое единственное отличие в том что у нас располагается здесь работа фотохудожника это иван бойко морской бриз это кровать она соответственно матрас ее метр сорок заказчики сами хотели именно такого размера матрас по обоим сторонам располагаются тумбочки это тоже шпон то есть все натуральное бра они же ридеры для того чтобы можно было лечь и соответственно почитать пройдемте дальше в гардеробную основную это основная гардеробная при мастер спальне здесь все фасады выполнены в стеклянном исполнении то есть это основное это стекло и обрамление это металлокаркас дверцы все распашные внутри у нас есть место хранения как выкатные ящики так соответственно и плечики также есть полки это отличительная характеристика которая говорила вам на первом этаже постирочной здесь у нас есть люк который напрямую связан с постирочной вот он я могу показать это наш люк соответственно я открываю дверцу и грубо говоря там грязный носок бросаю вниз и он туда прям сразу летит в ящик для хранения грязного дверя да у нас в гардеробной шкафы все с подсветкой они работают на датчике открытия дверец это у нас основной санузел при мастер спальне этот санузел включает в себя стационарный набор это раковина унитаз гигиенический душ и в данном санузле у нас есть ванна но ванна у нас очень удобно и комфортно и даже с окном раковина в данном санузле у нас покупная она продается в любом сантехническом магазине шкаф зеркальный куча место хранения это наша основная была потребность поэтому места хранения они практически везде гигиенический душ унитаз полотенцесушитель крючки для полотенца халатов весь набор в мастер санузле мы замиксовали это керамогранит и покраску то есть зоне где происходит у нас соответственно принятие ванны или чистка зубов туда куда попадает напрямую вода мы уложили килограмма гранит зону где этого не происходит это вот эта стена стена где висит полотенцесушитель мы просто покрасили стены благосвеченной краской мы с вами на втором этаже и на втором этаже у нас два санузла как я говорила ранее это был мастер санузел здесь у нас санузел он же детский он же грубо говоря гостевой если вдруг в кабинете останется родственники или друзья в этом санузле набор он такой душевая кабина раковина отдельно обкупная унитаз гигиенический душ в этом санузле у нас такая же история часть санузла мы обложили тонким керамогранитом часть санузла мы выкрасили просто гкл покрасили краской влагостойкой потолок у нас такой же натяжной светильники работают по основному принципу открываешь дверь свет загорается то есть на датчике движения зеркало у нас мы приобретали отдельно у него отдельная история нас подсветкой под наш размер нам было нужен конкретный размер как обычно в квартирах бывают люки доступа но так как это еще и дом на воде здесь очень много инженерии на основном тазом вы можете увидеть люк доступа то есть он работает к обычный люк пуш-пул там и метаризация на это гардеробная на втором этаже она универсальная то есть здесь могут хранить вещи как и основные жители так и детские вещи хранения так допустим здесь стоят стулья которые используются на веранде второго этажа который выходит у нас с кабинета всю комбинацию гардеробной в данном помещении мы взяли в икее то есть это наборные шкафы пакс с выкатными ящиками что штангами с полками и здесь у нас был сделан такой микс каркасы у нас однотонные полки выкатные ящики они у нас грубо говоря по текстуру дерева но так как это уже не натуральная собственно говоря лдсп мы бы так замиксовали чтобы поддержать всю стилистику нашего дома и не выделяться наш ром тур с вами подходит концу как бы это не хотелось хотела бы сказать вам всего хорошего смотрите нас на youtube канале in my room задавайте вас интересующие вопросы я на них обязательно отвечу и увидимся до новых встреч в новом видеоролике in my room